Всем привет! У нас тут такая идиллия на кровати. Лежат и мурлычат. А потом она, Маня, прыгнула туда. Маня тут обнимается с собачками. Мы уже настирались с Алисой целую кучу собачек. Э-э-э, ты что делаешь? Манька, отпусти собачку. Ты чего обижала собачку? Ты чего обижала? А это Хаски. Собачка Хаски. Он обиживает собачку. Наша Хаски любит ласки. Мы с Алисой маленькие стишки сочиняем. Лежала Маня на диване. Батошенька пришел вдруг к Мане. А потом стал такой толстый кот. Ужас какой большой. Просто необъятный. Маня ушла. У Алисы сегодня два очень крутых подарка. Вот такой подъемный кран принес дядя Курьер. И на этом подъемном кране уже расположились ее все собачки, щенячий патруль. Они уже... Рокки у нее сидел в кабине, управлял краном. Так, мы еще, конечно, только проснулись недавно. Не заплелись, ничего. Алиса вам хочет показать, как этот кран управляется. Спускается маршал, да? В общем, кран такой многофункциональный. А вторая крутая игрушка вот, но мы не думали, что она такая тяжелая. Мы думали, что Алиса будет стрелять с этого автомата, но мне кажется, что нет. Потому что, когда вставили эту бобину, он таки стал очень тяжелым. Алиса перетащила кран к Крутячку. Хочет Крутячку показать. Крутяш, ты выспался? И Манька уже выспалась. Смотри, Крутяшка. Не испугается? Крутяшок испытал шок. Крутяшка. Крутяшок выгнул спинку. Ему интересно. Ему интересно. Все, опускай, Скай, вниз. Все, спустилась, Скай. Все, Крутяшок, к тебе Скай приехала в гости. Ты такая мелкая собачка, что он ее и не видит. Настя забрала Алису на роледром. Так удобно, что они обе катаются. То есть она едет сама кататься, и Алису заодно берет. И Никита сначала с Алисой занимается, потом Настя Алису отводит в детскую комнату и занимается сама с Никитой. То есть супер удобно нам. Но пока Алисика нет дома, занимаемся хозяйством. Я перестелила ей кроватку, вот такую постелила рыбно-кошачью постельку. Пытаюсь ей уют создавать в этой кроватке разными способами, чтобы она хотела спать здесь. Потому что спит она через раз, то в своей кровати, то со мной. Хочется все-таки приучить ее спать отдельно. Думаю, окно стирать уже, снимать с него все эти гирлянды или еще оставить. Крутяшок залез на Катю, балдеет. Я тут нахолодила, открывала окно, проветривала тоже, пока Алиски дома нет. И еще Костя запустил венту, потому что мы посмотрели, что у нас 20% влажности дома. И просто были в шоке. Я ему говорю, боже, у меня же даже губы пересыхают. У меня губы реально, вот как когда обветриваешь, постоянно сухие. Теперь понятно, электризуется все дома. 20% влажности, это ужасно мало. Да, удивительный кот, как будто всегда с нами и жил. Так себя ведет вроде. Вроде он всегда здесь был у нас. Еще таких у нас не встречалось котов, чтобы вот так зашел домой и начал с нами жить. И так себя вел. Муррэйкает. Короче, решила пока окно оставить еще. Думаю, сегодня может даже включу. Мы гирлянды не включали, уже много дней включу. Пылесос очень хочется испытать, так до сих пор и не испытали. Никак не купим же к нему этот какой-то шампунь. То есть там нужно что-то специальное купить, средство какое-то. Как только купим, сразу вам покажу результат испытаний. Я наклеила наклейки на подъемный экран. Тут еще куча шло всяких наклеек вот таких вот. И он теперь стал еще интереснее смотреться. Вот, а Костя сюда положил грузик внутрь. Он пока поставил банку с пластилином тяжелую, но вообще туда нужно ложить грузик. Так, конечно, ну классная игрушка, правда, выше Алиски. 120 сантиметров этот кран. Ты уже здесь крутяш. У нас сегодня тетя Оля. Сейчас вот нарезала хомячкам всем овощи. Я сейчас с ней еще раз поднимусь. Посмотрим. Цацу еще раз поищу. Вот, уже два дня ее как нету получается. И кашка крысику. Как раз помогу вам все это отнести. Думаю, куда мой муж пропал. А он тут какую-то модельку собирает. Она уже давно у нас валяется. Думаю, собрать-то надо. Видите, два дня прошло, как Костя ударился затылком. Ничего, живой. Живее всех живых. Хотя что-то странное с ним, видите, все-таки происходит. Делает какие-то вещи, которые я никогда не делал. Тетя Оля к нам время от времени приезжает. Помогает мне ухаживать за животными. За хомячками всеми. И помощь эта очень-очень ощутимая. Потому что когда у тебя каждый день кучу-кучу-кучу дел всяких разных. И очень много животных. То, конечно, зашиваешься. Вот, я же еще принесла. Давай, это. Так, ну что же мы будем делать с нашей Цацией? Вряд ли она в домике, да? Нет, конечно, нету ее там. Нету. Сейчас я вот это раздавлю, чтобы я не забыла, а потом стоит уже. Или поискать уже. Да я сама поищу. Я вчера вечером искала. Сейчас просто по всем щелочкам везде посмотрю. Я в шкафу-то все вчера перерыла. Нашла там корм, кстати, сзади рассыпанный. Где? Там сзади белья. Значит, это она туда его забыла. А может, раньше еще Сирик сбегал был. Да? Да, я думаю, что это тот Сирик. Наверное. Кто-то из них двоих. Перестелили мы себе с Костей, тоже постельные. Маха, зачем гоняешь Крутичка? Так Крутичка бедного гоняет. Начинает на него кричать, он прям в ванную комнату убегает, поджав хвост. А там у нас устроился Батоша. Положили там, специально для котов положили вот это покрывало, чтобы они там лежали. И, видите, лежат. Алиски постельку застелили вот такими покрывалами. Наверное, неправильно я все-таки выражаюсь. Тетя Оля не помогает, а работает. Конечно же, я ей плачу за это, за то, что она с животными возится. Но ей очень нужна какая-то работа, и эта работа ей нравится. А раз хорошо и ей, и мне, то почему бы и нет? Вот мне уже вообще давно многие люди говорят, Лена, я бы на твоем месте вообще понанимал бы там и кухарку, и чтобы приходили, убирали время от времени там генерально дома. Говорит, почему ты так не сделаешь? Ну, для экономии времени, сил. Я, честно говоря, не знаю. Ну, вот как-то нанимать кухарку, ну, для меня это как-то... Ну, впускать вообще чужого человека, постороннего в семью, который будет готовить, все время находиться с нами. Ну, не знаю, вот почему-то раньше я проще к таким вещам относилась, а сейчас мне кажется, что семья должна все сама делать, и не должно такого быть, что приходят там посторонние люди, и что-то за вас делают. Не знаю, может быть, это неправильно, может быть, я не права в этих своих рассуждениях, и действительно было бы легче и проще, даже там хотя бы с той же уборкой, там какие-нибудь клининги там заказывать время от времени. Ну, не знаю. Ну, с уборкой еще ладно, можно подумать. Можно реально разобрать просто все вещи и заказать какой-то клининг, чтобы хорошенько повымывать там все, окна там генерально, да, ну, как они там это делают, плитки там внизу, ванны под ванной, там же ванна открывается, и под ней там, чтобы все повымывать хорошенько. Им еще можно подумать, ну, то есть, это, в принципе, нормальная фишка, раз там в полгода заказывать, это я понимаю. Ну, когда каждый день кого-то в семью, ну, не знаю. Напишите мне в комментариях, вы бы решились каждый день, чтобы к вам кто-то приходил и что-то дома делал. Я, кстати, забыла вам за кресло рассказать. У нас же кресло-качалка, помните, еще Алиса малюсенькая была, мы покупали, и она была на чердаке. А тут Алиска залезла, увидела, говорит, я хочу на этом кресле качаться, смотреть мультики, и реально начала им пользоваться. Мы с Костей поехали на Настиной машине на массаж к Диме, поскольку Настя с Алисой еще так и не вернулись. Достали головокружение, думаю, может быть, Дима чем-то поможет. И, короче, у Настя тут заклинило ремень, я не могу его дотянуть, чтобы воткнуть. А машина-то все время пищит, когда-то не пристегнут. Вот, слышите, вот так вот. И я еду на приподнятых ногах, потому что я обнаружила, что если ты сильно не нажимаешь на сидение, машина не пищит. Но она как бы не распознает, что тут кто-то сидит. Ну, уже подъезжаем. Я тут заодно и ноги накачала по дороге, короче. Или попу, не знаю. Короче, я иду на массаж, а Настя потом подъедет, заберет свою машину и заодно привезет нам автокресло. Алискина пришло заберет на почте. И они с Костей обменяются машинами. Давай. Ух ты! Ого! А ну, давай. Ничего себе, слушай, обалдеть. Из зал уже почти одна проехала. Алиса, красотка просто. Это очень круто, молодец. Давай пять. Что ты... Давай пять. Так быстро доехала, я аж оттуда посмотрю, что ты проехала. Это ты умничка. Да. О, 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 все. Пошла в кураж. Я уже вышла с массажа, пока еще меня пошатывает. Дима говорит, вся левая сторона зажата. Причем нерв защемился на уровне поясницы. Ну, не то, что защемился, а он там, я не знаю, как это назвать. Но, в общем, он там нажимает на какую-то точку на пояснице. А я чувствую, аж сюда отдает, аж в грудь. Вся вот эта вот левая сторона, она зажата. Так что Дима помассировал, кровь погонял, сделал мне лимфотренажный массаж ног. То есть это еще улучшит мое похудение. У меня, кстати, сегодня уже минус два с половиной килограмма. И если завтра увижу минус три, то это уже будет результат. Потому что минус три это уже все-таки результат. Потому что там минус один, минус два, я еще за результат не считаю. А минус три для меня это уже результат. То есть минус три. О, Костя уже сидит в нашей машине, уже поменялся с Настей. Обжора. Ты обжора? Да. Пришли домой, привезли Лисе вкусняшек. Сидит в кресле-качалке, кушает печенье Орэо. Так оно ей нравится. Я еще мини Орэо купила, какая-то новинка. Вот так выглядят мини Орэо. Такие вот они малюсенькие. Вот для сравнения с обычным, видите. И мини продается вот в таком кулечке. В запакованном таком пакетике. Вот она, вкус одинаковый. И что ты расскажи, вот эта своростайка сделала. Все, путала ленточкой. Тебе ленточки разве для этого Дед Мороз дарил? Да. Нет, чтобы плести их между собой. Опутала всю вырастайку. И вон пришло Лисе на автокресло. Видите, стоит коробочка. Завтра распакуем и попробуем. Синее? Нет, оно не синее, оно светленькое.